Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1347, тема «Разбор ответов Амбросия Юрасова», вопрос 2.50. Что должен делать человек? Как вести себя в храме, когда он только-только начинает воцерковляться? Отвечает Амбросий Юрасов, мы должны помнить, что храм это кусочек неба на земле, должны настроить себя так, приступая порог храма, мы переступаем с земли на небо. Если кто-то хочет поставить свечку, записочку, поминальную подать, заказать обеднюю, то должен сделать это заранее, до начала службы, чтобы потом никого не беспокоить. А то как бывает, не пришел человек заранее, послал купленную свечку к одной иконе, к другой, люди от молитвы отвлекаются, свечи передают, получается целая цепочка отвлеченных от службы людей. И здесь уже не благость, а один грех, и свеча теряет свою силу, свое значение. Сами не молимся, опоздав, и людей отвлекаем от молитвы. Не надо без нужды во время богослужения переходить с места на место, прикладываться к иконам, мешать другим людям, создавать суету. Заходят молодые люди. Бывает, руки в карманы спрячут. Может, он покается, пришел. Наблюдаем, что в храме многие стараются передавать свечи только через правое плечо. Это церковное суеверие, церковное язычество. Слышал, что она херувимская. Некоторые стоят, прижав плотно ноги друг к другу, чтобы бес между ног не прошел. Бывает, какая-то бабушка две свечки купит, закрутит одна за другую, ставит их так, зажигает и молится. Это, чтобы дети жили мирно и счастливо. Одну молодую женщину со скрученными свечами в руках я спросил. А зачем вы так сделали? Мне муж изменяет. Я соединяю свечи, чтобы он не уходил от меня. Интересно, что нас дьявол отвлекает мелочами от основного? В священном писании так об этом говорится. Комара отцеживаем, а верблюда поглощаем. Все суеверия придумывает церковно неграмотный народ. Комментирует ответ Юрасова Игнатий Тихонович Лапкин. Похоже, что все-таки помаленьку архимандрит доходит до того, что у него в храме язычество и плещется суеверие. Если бы после начала службы двери были намертво закрыты, и больше никто не входил и никого не выпускали до окончания, то языческое шатание в храме все равно было бы, но передача свечей к половине службы закончилась бы. Но так как левитов нет и за порядком в храме никто не наблюдает, то всю службу бурно идет торговля. Главное – это деньги. И чем темнее народ, чем он будет непросвещеннее светом Евангелия, тем выгоднее Ауросию. «Спасение только у него в храме. Книги нигде больше покупать нельзя, только у него. Если нашел где деньги, неси только ему». Вера не в Господа Саваофа, а в языческого Бога торговли Меркурия, который изображается с крылышками на ногах. Свечи не восковые, а торговля в храме снимает с храма все наименования и делает этот, в кавычках, кусочек неба, домом торговли и вертепом разбойников. Евангелие Таана 2.16 И сказал продающим голубей, «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». Иеремии 7.11 «Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое?» «Вот, я видел это, говорит Господь». Марка 11.17 «И учил их, говоря, не написано ли, дом мой, домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». О том, чтобы прийти раньше, заранее подавать записочки и свечи, да где вы это видели? «Выхода из этого положения нет никакого, кроме как провести полную перерегистрацию членов церкви. Храмы необходимо закрыть и начинать проповедь на улице и там же исповедовать. И из истины принявших Христа в свое сердце создавать общему. И когда в городе Иваново будет не менее десяти возрожденных православных христиан, алтари распечатать. «Отец Амбросий, я видел, как вы исповедуете людей. И мне это всегда напоминает рачительную хозяйку, которая в большой огородной бочке каждый день сбалтывает куриный помет. И вы сами говорите, что исповедуете одни и те же грехи. Как говорят священники, после каждой исповеди хочется вымыться под душем. Вы все время повторяете о власти, которая вам дана, прощать грехи. Однажды Господь сказал ревнителям храма, Матфея 23, 38, «Се оставляется вам, дом ваш пуст». И еще десятилетия приносились жертвы, воскурялся Фимиам, шло исповедание, в кавычках «отпущение грехов». Но все это было пустым звуком, вводящим людей в заблуждение. Не это же ли сегодня происходит в патриархийных храмах, где умышленно отвергли благодать призывающую и благодать обращающую? А устремились на приносящую им барыши прибыль, благодать освящающую. Коль ты среди живых, то надежда цветет, мечтаешь возрастить ты питательный плод. Собака живая, счастливее льва, построена, если его голова, прострелена, если его голова. Не знает живущий, что будет в пути, удастся ли жизнь свою завтра спасти. Для рыбы расставлена тонкая сеть, и птицы в ловушку легко залететь. Как в бедственный час попадают и те, что время проводят в земной суете. Нежданны несчастья, провалы, беда, когда от живых не бывает следа. А вывод какой? Надо жить для того, чтоб жизнью своей не темнить никого. Чтоб радость из уст исходила твоих, чтоб был ты счастливым, как юный жених. Тогда тебе Бог долголетие пошлет, тогда ты растопишь в рождебности лед. Будь мудрым, хоть мудры и глупы умрут, но часто бессмертен у мудрости труд. Родион Березов